настройка боковой панели или сайт баром на странице блога как ее настроить шаблоне юмака и от конторы you тем подробнее в этом видео итак мы с вами движемся дальше в предыдущих уроках мы с вами разбирали настройки модульной позиции топ следующая модульная позиция у нас идет сайт бар или боковая панель это обычно выводится в блоге то есть статьи и боковая панель где выводится например авторизация логин вход на сайт и другая информация и как я вывел это здесь то есть у меня этом пункт меню тест пункт меню у нас ведет на материалы менеджер материалов избранные материалы соответственно свою очередь в материалах я создал две тестовые статьи которые находятся в дефолтной категории имеют пометку избранные вот отмечены звездочками далее чтобы вывести и вообще посмотреть вот эту бар позицию сайт барада вы сейчас видите здесь я вывел логин форм то есть модуль авторизации стандартный модуль joomla я перешел в модуле перешел обычный модуль joomla логин форм стандартный у него была позиция 7 вы видите здесь позиция сайт бар я убедился что я нахожусь на всех страницах и в модульной позиции я нашел категорию значит ее тем мой шаблон и позицию вот она сайт бар выбрал сохранился и после этого мы переходим с вами сам шаблон и тем переходим в кастомайзер и посмотрим какие есть возможности дальше мы переходим своему макет я напоминаю что я двигаюсь сверху вниз то есть все по пунктам по порядку идем мы разбирали прошлых уроках сайт header mobile топ и теперь сайт бар на очереди переходим позиция сайт бара я перехожу он нас чтобы я видел модульную позицию да у нас это статьи блога вывел две тестовые статьи для примера настроек здесь немного но надо их тоже знать первое это ширина ширина колонки смотрите если 50 сделаю наглядно сразу вы видите весь сайт бар будет занимать ровно половину а всего сайта я вывел только модуль авторизации на сайте вы естественно можете вывести модули в эту позицию то здесь я думаю что по ширина 20 процентов то есть вот небольшую часть всей ширины сайта я отдаю сайт бару следующая контрольная точка то есть смотрите как отображать вот эту позицию на разных устройствах вот если я посмотрю если я перейду на планшет то здесь бы хотелось бы весь сайт бар как правило разместить вниз обычно под всеми статьями иначе ведь как он скомканно выглядит и статьи тоже достаточно скомканно выглядит поэтому здесь вы можете выбрать например вот этот медиум видите пропадает здесь сайт бар он не пропадает он смещается вниз и все модули находящиеся в сайт бар они будут помещены вот так вниз соответственно на телефоне естественно он тоже внизу вот он и есть еще вот этот вариант дек стопа то есть здесь тоже модульные позиции внизу принципе особо разницы здесь нет да здесь самое главное чтобы вот на планшете не было вот так то есть достаточно выбрать вот этот вариант и уже у нас это настроено нормально следующая опция порядок отображать позиции сайт бар слева или справа то есть если просто птичку ставим вот если удобно будет слева располагаться обычно справа всегда сайт бар делается в блоге дальше расстояние между ячейками default стоит обратите внимание когда вы меняете ну видно что чуть больше места занимает здесь нужно вот просто выбирать смотреть видите чуть меньше как бы внутри он сжимается этот модуль и нет то есть достаточно большее место ну тут уже на ваш выбор я поставил вот так дальше еще есть разделитель некий если поставим будет такая линия соответственно на телефоне она тоже будет как раз таки внизу то есть над модуль вот эта линия вот они все настройки в принципе сайт бара они как правило конечно же не все имеется ввиду цветовую схему можно настроить здесь я думаю отдельно это будет следующих видео не забываем сохранится после всех изменений пойдем на сайт обновимся вот у нас модуль входа на сайте можем посмотреть как выглядит имитация мобильного устройства то есть здесь тоже все нормально забыли пароль то есть восстановление пароля забыли логин тоже все на мобилке смотрится нормально не забудьте что вы в отдельности каждый модуль можете украсить как сейчас вы видите я модуль выделил красным таким цветом напоминаю что это сделал я в самом модуле то есть в модулях и логин форм у каждого модуля здесь есть такая вкладка template в данном случае стиль style я выбрал вот этот вариант карт при море и соответственно получил такой оттенок соответственно карт при море также можно менять цвет абсолютно на любой мы до этого еще дойдем там будут очень тонкие настройки всех вот этих вот стилей на этом данное видео я заканчиваю и увидимся с вами в следующем видео